Как и для работы с динамической памятью, в C++ существует два стиля для работы со строками. Это работа со строками в стиле C и работа со строками в стиле C++. Давайте для начала обсудим работу со строками в стиле C. Библиотека C-String, C-String это название заголовочного файла, который нужно подключить для работы с данной библиотекой, предлагает множество функций для работы со строками. Под строками в данной библиотеке подразумеваются указатели на массивы типа char. Предполагается, что все эти строки заканчиваются нулевыми символами, поэтому достаточно одного указателя, чтобы передать строк. Указатель задает адрес первого символа, а последний задается нулевым значением, которое стоит сразу же за ним. Все эти функции в библиотеке C-String имеют префикс str, что означает string. Например, функция strlen вычисляет длину строки, она прибегается по всем символам, до тех пор, пока не встретит нулевой элемент, и выводит количество пройденных символов. Соответственно, в данном примере в массиве S1 находится строка hello, которая, как мы знаем, состоит из пяти символов, и шестой элемент, это нулевой символ, добавляется автоматически при использовании строковых литералов. Так как внутри этого массива на шестом месте стоит нулевой элемент, то функция strlen вернет значение 5. 5 символов до того, как мы встретили нулевой элемент, несмотря на то, что размер этого массива 100. Во втором примере показывается работа функции strcut. Это функция для конкатенации строк, для склеивания строк. Она берет в качестве первого элемента указатель на массив, в котором хранится первая строка, и указатель на вторую строку. И дописывает вторую строку в тот массив, в котором хранится первая строка. При этом предполагается, что в первом массиве должно быть достаточно места для хранения второй строки. То есть, если бы вдруг здесь вместо 100 элементов было написано 10, то данная функция попортила бы стэк. Она бы пыталась записать конец второй строки за пределы массива S1. Поэтому данную функцию надо использовать очень аккуратно, всегда проверять, что у вас есть достаточно места для того, чтобы записать вторую строку. Третий пример показывает работу функции strcmp. Это функция для сравнения двух строк. Она получает на вход две строки, и если одна из строк меньше другой, то возвращает отрицательное значение, если больше, то положительное, а если они равны, то возвращает значение 0. В данном случае мы сравним две строчки на равенство. Если они равны, то мы выводим сообщение об этом на стандартный рот. Строка S3 в данном примере задается кодами соответствующих букв. Если посмотреть на таблицу символов, то окажется, что здесь написано слово hello. Массив состоит из шести элементов. Мы проинистеризировали только пять из них. Это значит, что на шестом месте стоит 0, поэтому данная строка корректна, она действительно заканчивается на любом символе. Все хорошо. Поэтому в данном случае строки окажутся неравны, но если бы мы закомментировали предыдущие две строки и не изменяли бы строку 1, тогда данное условие оказалось бы истинной и на стандартный вывод мы бы вывели сообщение о равенстве строк S1 и S3. Важно понимать, что работа со строками в стиле C предполагает очень кропотливую работу с ручным выделением памяти, с проверкой размеров массивов, с освобождением этих строк и прочее. Поэтому использовать строки в стиле C не рекомендуется. Продолжение следует...